Дорогие мои друзья, я сегодня с вами опять вместе и мы сегодня с вами погуляем по Бергянскому саду. Это очень интересное место. Приготовьте себе по чашечке чая или кофе, садитесь поудобнее, чтобы внимательно рассмотреть все красивые растения. Нас встречает Бергянский сад. Этот сад находится прямо в центре Стокгольма, где можно прийти за определенную плату погулять здесь, а именно за 9 евро. Нас встречают лимончики, гроздьями висят лимоны. Огромные каллы, прям огромнейшие. Сегодня вторник, но людей здесь очень много, предостаточно. Здесь представлены среднеземноморские растения, среднеземноморские. Смотрите, какие красивые. Это что-то типа чайной розы. Здесь в основном не цветочные, а вот такие лиственные листики в основном. Гроздья такие висят на этом растении. Оно огромное. Цитрусовые какие-то. Огромные-огромные плоды. Даже они вот на полу лежат. Я даже могу, наверное, их пощупать. Но это для чего? Это кто-то их кушает здесь. Жесткие такие. Это называется Сукацукатрон. Сукацитрон. Сукацитрон. Ну, я и сказала, да? Да, вот это название. Мощное, Сукацитрон. Да. Очень красивое дерево. С токами, цветочками. Какой-то огромнейший какой-то бонзай. Смотрите, какое дерево. Давайте подойдем поближе и рассмотрим его. Вот такие вот цветочки, похожие, знаете, на что? Они похожи на какие-то ловушки, какие-то домики. А вот это похоже на бабочку. Сегодня буду гулять и рассказывать вам, ну, кое-какие свои мысли. Если вы, конечно, не против, то буду об чем-то рассуждать, об чем-то просто говорить. Я уже вышла из нашего ботанического сада, закрытого, на открытое пространство. Это магнолия, розовая магнолия. Красивые. Они очень рано зацветают и рано отцветают. Такая магнолия. Очень много англоязычных здесь ходит, гуляют, прогуливаются. Так же, как и русскоязычных, и украиноязычных, и всякоязычных. Стокгольм представлен, и вообще Швеция представлена всеми, всеми национальностями со всего мира. Так что вы это знаете. Здесь есть все, что хочешь. Такс. Очень красиво здесь. Вот такие вот причалы. Мы сюда приходили осенью, когда яблочки уже здесь. Очень много яблочек. Здесь есть специальные сады с разными различными сортами яблок. И мы всегда здесь набираем яблоки, кушаем их. Нам очень нравится кушать ворованные яблочки. Но они здесь очень хорошие, чистые, экологичные, ничем не политые. Экологически чистый продукт. И никто, главное, тебе не запрещает их собирать. Ну, конечно, ты в сетке не будешь собирать, что тебе в карманы поместится, и покушать. Вот такие вот красоты здесь. Вы знаете, меня вчера одна моя подписчица, моя дорогая подписчица, спросила, и до этого меня еще спрашивали, попросили рассказать о том, как я оказалась в Швеции, рассказать мою историю. Я уже говорила в начальных моих видео, еще когда у меня, наверное, 50 человек было всего на меня подписано. Я сказала, что я обязательно расскажу историю того, как я оказалась в Швеции, причины, как Швеция меня встретила. Но не сейчас, немножко попозже, когда у меня будет немного побольше зрителей. Чтобы, понимаете, вот эти вот видео, которые снимаешь, назад люди не идут и не смотрят. А хочется, чтобы побольше людей получили эту информацию и узнали об этом. Поэтому давайте подождем чуть-чуть. Немножко осталось до тысячи подписчиков. И мы с вами... Вот они, эти точки. Мы с вами узнаем, как же я оказалась в Швеции. Узнаем эту интересную и увлекательную. Мне кажется, что это очень увлекательная история. Можно даже сказать, приключенческая. Как я оказалась здесь. Как я приехала сюда с двумя детьми. Что за красота, красотища вообще. Вот это растение, кстати, оно везде цветет, возле каждого подъезда у нас в Сольне, по крайней мере. Оно очень стойкое к морозам. Оно выдерживает. Оно листики свои зеленые не теряет, даже когда минус 20. Листики держатся. Потом весной они опять, как сказать, начинают цвести. Ничего с ним не делается. Оно очень такое стойкое, это растение. Цветочки красивые. Так, мы сюда пришли, к этой скамеечке. Мы когда только переехали в Стокгольм, мои дети, сколько было? Ну, сыну вот уже было лет 18. Потому что мы жили в другом городе, в маленьком городке шведском. Потом мы сюда приехали, и мы пришли вот в этот сад. И я помню, как сейчас мы сидели вот здесь. Сколько лет она уже стоит, и ничего с ней не делается. Этот стол со скамеечками. Мы здесь сидели, и что-то мы кушали. Мы с собой взяли обед, и здесь мы кушали. Смотрите, как красиво здесь. Какой здесь вид. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот этот столик. Некоторые вещи прямо врезаются в память и запоминаются на всю жизнь. И потом, когда ты второй раз или третий раз приходишь и видишь их через некоторое время, через несколько лет, удивляешься, что все стоит на своих местах. Ничего не изменилось. Так, а куда я пошла? Я пошла куда-то в лес. А мне это надо к японскому, к японской маме, как говорится. О, грязь. Я думаю, почему нет указателей? Указатель-то должен быть, если, например, человек заблудился. О, вот он и указатель. Только я вспомнила, сказала и... Сейчас мы посмотрим, где японский. О, как раз я сейчас иду на японско даммен. Япанско. По-шведски будет япанско. Японский будет япанско. Да, вот насчет того, как люди... Насчет переселения людей. Люди же переселяются, как говорится, иногда целыми народами, а иногда целыми, так сказать, городами, странами. Иногда по одному. О, распылился он здесь. Смотрите, у меня один японский сад, и он тут, понимаешь ли, пылит. Смотрите, какие красивые цветы. Ой, какая прелесть. Ну, не пылите, пожалуйста, на них. Что ты пылишь? Фуй, фуй, фуй. Этому пофигу. Пылит и пылит. Так что, о чем я говорю? А, люди переселяются. Подождите, а куда мне, где японский городовой? Я не знаю, куда мне идти. Я заблудилась. Это как в этом блюзу заблуждаешься. О, давайте вот сюда пойдем. Знаете, куда-то я, наверное, и приду, может быть. О, господи, всегда сбивают. Иногда бывает так целыми странами. Вот в ледниковый период вообще целыми континентами люди переселялись. Все переселились там в Африку или куда, я не знаю. Так и вот. Ну, просто так, без причины, человек никогда в жизни никуда не переселится. Так, я на какую-то окраину пришла. Здесь уже тупик. Тупик, тупик. Так, пойдемте я в другой. Дальше пойдем. Без причины, что не будет какой-то веской причины, никогда человек никуда не уедет со своего места. И если ему где-то хорошо, ты его ничем не выгонишь с его нагретого места. Это нужны причины для того, чтобы человек встал, собрался, собрал свои вещи, все, что нажито, как говорится. Ой, тут какая-то такая тропинка, я сейчас вам покажу. Вот такая вот крутая тропинка, я боюсь на ней, что я упаду. Ну, я иду. Никогда человек от хорошей жизни никуда не встанет, не соберется и не уйдет. Для этого нужны очень-очень, где я иду, я сама не знаю, очень серьезные обстоятельства. Вы даже человеку, вот вы сами подумайте, сидит человек на кресле на диване или на диване, ему даже не хочется пойти там, принести себе чашку чая лень. А вот вы представьте себе встать, собраться и уехать без ничего. Вот это вот такая история была у меня. Ничего не было в руках. Было двое детей и одна сумочка. Опять еще один там подметальщик. Вот такая же вот история была и у меня. Я думаю, я вам ее как-нибудь расскажу. Для того, чтобы это сделать, мне надо подготовиться. Подготовиться морально, психологически, физически. Подумать, как это сделать. Я, кажется, вижу японский сад отсюда. Все, я к нему, кажется, пришла. Да, но мне придется к нему спускаться. Ничего страшного, я спущусь к нему. Поэтому я сделаю это, конечно, я расскажу об этом. Я знаю, всем интересно. И я думаю, даже если бы я ее рассказала сейчас, конечно, у меня бы прибавилось, прибавилось подписчиков. Потому что это непростая история. И все, что с ней связано, людей бы это заинтересовало и заинтриговало. Давайте я подготовлюсь к этому. Напишу книгу. Ха-ха-ха. Нет, нет, хотя бы мне нужно время для этого. Я все понимаю. Поэтому немножко подождем. Не все сразу. Вот, я пришла на это японская даммэн. Япанская. Япона-мать. И ему я пришла к этой матери. Вот такая здесь одна сакура. Или это не сакура, это яблонька. Но она высажена как типа сакуры. Вот такой маленький здесь мостик деревянный. Так, что тут? Какие растения представлены нам здесь? Японские. Да, они все какие-то такие, видите, корявые какие-то такие. Они думают, если корявые растения, значит это Япония. Вот такие вот, знаете, какие-то они все вот стелющиеся, стелющиеся крона. Я помню, здесь была какая-то мельница водяная. Очень много школьников здесь ходят со своими учителями. Расхейкались. Хей-хей да хей-хей. Много детей, но детей снимать здесь в Швеции запрещено. Или как-никак нельзя их снимать. Дети, они и есть дети, знаете. Такие хулиганистые. Это папоротник. Вот он сейчас стоит вот такой вытянутый. А осенью он будет вот такой весь, уху, как лопухи. Так, где здесь мельница была? Вот, вот, как это дерево, типа бонзая. Вот такие деревья здесь. Видите? Они вот так делают их. Вот это тоже грибочек, напоминающий о Японии. О каком-то японском храме, да? Ну, ничего особенного, конечно, здесь нету, конечно же. Такой маленький уголочек просто. Я помню, у нас мы делали фотографии с моей сестрой вот на этой скамейке. Этой скамейке миллиард лет. У нас есть такая красивая фотография. Мы такие молодые здесь были. Такие, как два яблочка румяных. Мы с ней сидели здесь и обнимались. Вот именно на этой скамейке. Хе-хе-хе-хе. Ой, какая прелесть. Какие воспоминания хорошие и добрые. Мир, природа, она ничего с ней не делается. Она стоит себе и стоит. Это людям что-то надо, люди что-то там хотят. У людей такая короткая жизнь, а они хотят за свою короткую жизнь что-то завоевать, что-то захватить, что-то победить кого-то. Мне, чтобы спокойно жить вот так вот, вот в таком вот умиротворении. Да? Смотрите, как красиво. Это все стоит веками, веками стоит и никуда не денется. Мы исчезнем, все исчезнут, а это все будет стоять, расти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok